Всем привет! Как всегда по средам с вами GameZona. Меня зовут Дэн. Я продолжаю знакомить вас с самыми свежими новинками индустрии виртуальных развлечений. Итак, сегодня в программе. Вести с рынка. Пятерка самых успешных игровых релизов 2003 года. Мини-игры для мобильных телефонов. И продолжение культовой киберпанк-экшен-РПГ Deus Ex. Оставайтесь с нами. Blizzard Entertainment с гордостью сообщает, что европейские продажи стратегии Warcraft 3 Reign of Chaos перевалили за 1 миллион экземпляров. Даже странно, что игра так долго полгла до заветной отметки, поскольку сразу после своего выхода она возглавила все европейские чарты и очень долго не хотела от левелизать. По миру Vivendi Universal Games продала 4,5 миллиона копий игры, если считать Warcraft 3 Frozen Throne, а общемировые продажи всей серии, начиная с первой части, достигли феноменального показателя в 11 миллионов экземпляров. У меня в руках находится диск, без сомнения, с одним из лучших слэшеров, когда-либо созданных на PC. Игрушка Chaos Legion. И именно сейчас, именно вы можете получить этот диск от нашего партнера CD-центра Gigabyte. Все, что от вас требуется, это ответить на один не слишком сложный вопрос. Какая компания занималась разработкой игры Chaos Legion? Присылайте свои ответы на наш пейджер, ну а победителя буквально через несколько минут назовут ведущие каналы Экспресс. Мы продолжаем. Далее нас ожидает пятерка лучших игр 2003 года. Silent Hill 3. Самая ожидаемая хоррор-адвенчура осень. Вышедшая из-под пера легендарных японских игроделов из Канами. Игра поражает своей необычностью. Мрачная история городка Безмолвный Холм в очередной раз приковала к себе внимание миллионов любителей ужастиков. Непредзойденная мистическая атмосфера, захватывающий сюжет, достойный добротного триллера, превосходная графика и отличная озвучка. Игра жуткая и необычайно интересная. По совместительству лучший адвенч-релиз ушедшего года. Need for Speed Underground. Отличная сказка об уличных гонщиках. Быстрые машины, красивые девушки и полное отсутствие проблем. Если вы тот, кто способен пожертвовать всем в своей жизни ради звука ревущего мотора, запаха паленой резины, визга тормозов и прочих прелестей, способных привести в состояние эйфории любого фаната автомобилей, то эта игра для вас. Итак, лавры лучшей рейсинг-игры 2003 года совершенно заслуженно достаются Need for Speed Underground. Neverwinter Nights. Это всерьез и надолго. И снова нас ждет знакомый и любимый многими фэнтезийный мир, где правят магия и твердый клинок, а завистники, непризнанные гении или проспавшие из спячки сотни другую лет темные маги, строят свои дежурные козни. Монстры разгуливают по улицам, как у себя дома, а герои сбиваются в стаи, чтобы заработать себе на стакан славы и на кусок хлеба с маслом. Итак, лавры лучшей RPG года достаются Neverwinter Nights Hordes of Underdark. Уходящий год оказался удивительно бедным на стратегические игры. Чтобы пересчитать все действительно удачные стратеги и релизы 2003-го, пожалуй, достаточно пальцев одной руки. Неужто этот замечательный жанр и впрямь вырождается? Операция Silent Storm заставляет нас разувериться в этом предположении. Полностью разрушаемое окружение, реалистичная физика, отличная озвучка и интересный сюжет сделали эту игру, разработанную российской компанией Nivaldi, действительно популярной среди геймеров. Игры в жанре экшен традиционно являются наиболее популярными. Жесткая конкуренция на рынке FPS-ов заставляет разработчиков идти на самые невероятные ухищрения, чтобы только привлечь внимание избалованных любителей шутеров к своему очередному детищу. Игрушка Max Payne 2 — долгожданное продолжение мрачной истории депрессивного нью-йоркского копа, созданная прославленной финской студией Remedy. Классический голливудский боевик, фактированный на ваш PC. Игра, название которой стало практически синонимом к слову экшен. Итак, Max Payne 2 становится обладателем титула лучшего FPS уходящего года. Все эти игры вы можете приобрести в фирменных отделах компаний Gigabyte, которые располагаются по адресам. Строители 16, KDM Market, Красноармейский 64, Торговый центр Майский. А теперь Gigabyte стал еще ближе и доступнее для каждого. Весь ассортимент CD-центра вы найдете и в новых магазинах компаний, которые располагаются в удобных местах нашего города. Ну а мы движемся далее. Разработчики софта для мобильных телефонов не перестают радовать нас новенькими мини-играми для наших трубок. Игра Snowboard X создана специально для убежденных ценителей экстремальных видов спорта. Если вы пока еще побаиваетесь выполнять 360 на своем борде, но желаете получить изрядную порцию адреналина, то эта игрушка предназначена именно для вас. Экстремальный фрирайд в целине или безумные прыжки на бигэре решать вам. Используя различные комбинации клавиш, вы с легкостью и, главное, без всякого риска для здоровья сможете освоить самые навороченные трюки и почувствовать себя в шкурке крутого экстремала. Если вы уже имели доступ к персональному компьютеру в 2000 году, то наверняка мимо вас не прошел один из самых интересных киберпанк-шутеров, да еще и с элементами RPG — Deus Ex. Игра, наделавшая в свое время немало шума. И вот 4 декабря прошлого года в свет вышла долгожданная вторая часть этого легендарного проекта — игра Deus Ex Invisible War. Действие Deus Ex 2 происходит через 20 лет после событий, имевших место в части 1. Итак, на дворе стоит 2072 год. Мировой экономический коллапс уже перестал быть отдаленной перспективой, став свершившимся фактом. Террористическим организациям больше не нужно скрываться. Теперь они фактически стоят на службе у правительств, которые привлекают их для решения своих насущных проблем. На фоне этой столь типичной для мира капиталистического будущего обстановки мы знакомимся с главным героем Алексом Дентоном, терминатором неволи, киборгом, созданным для борьбы с этим самым капитализмом. Сюжет — это, пожалуй, первый из двух удачных моментов, ради которых стоит попробовать игру. Вторым, как вы, наверное, догадываетесь, является все же имеющийся в наличии, пусть и высеченном виде вариативность прохождения. Конечно, такого роднообразия, как раньше, вам никто уже не предложит, время не то. При великому сожалению, разработчики из Iron Storm не стали улучшать и совершенствовать свои удачные наработки из Deus Ex, а просто взяли и вырезали из игры огромный кусок составляющей, а все, что уцелело, упростили до нельзя. Игрушка окончательно и бесповоротно оптимизирована под приставки, и в этом, увы, гораздо больше минусов, нежели плюсов. Кроме того, игровой процесс стал ровно в два раза короче оригинала. Если на прохождение первой части уходило порядка 30-40 часов, то теперь побывать на нескольких небольших локациях можно успеть за 10-15. Интерфейс, с первого взгляда, весьма оригинальный, на практике оказывается достаточно неудобным. Вся ролевая система умений, набора очков опыта и апгрейды персонажа приказали долго жить, и были безжалостно заменены единой системой биомодов. О графике. Несмотря на использование сверхсовременного движка Havoc, графика в игре оставляет желать лучшего. Куда подевались зеркальные прозрачные поверхности, световые и прочие эффекты приходится только гадать. Крохотные комнатки и коридоры, отсутствие больших открытых пространств, примитивные текстуры, поражающие убогостью цветовой гаммы, вот и все, чем порадовали нас разработчики. Искусственный интеллект ботов, мягко говоря, далек от совершенства. На реалистичную реакцию думающих оппонентов, которую мы так ждали, можно и не надеяться. Озвучка несколько приятнее всего остального, голоса подобраны сознанием дела, а музыка иногда даже умудряется попадать в струю общей атмосферы происходящего на экране. Итак, столь ожидаемый Deus Ex Invisible War на поверку оказался вполне обычным по аркадным шутерам средней руки, старательно оптимизированным под игровые консоли, вышедший в тираж легенды, которая вместе с оригинальностью потеряла всю привлекательность. Game Zone в эфире уже 4 месяца. И на протяжении всего этого времени мы выбираем для вас только самые лучшие игры. А помогает нам в этом наш бессменный партнер — компания Гигабайт. Самый свежий софт, новинки кинопроката и, конечно же, огромный выбор компьютерных игр. Все это вы найдете в отделах CD-центра. А в период зимних праздников Гигабайт приготовит для вас сюрприз. Теперь при покупке любого диска в отделах компании вы становитесь участником мгновенной лотереи. Призы, компакт-диски и бесплатные обмены. Ну а я на этом с вами прощаюсь.